Министерство торговли США добавило Huawei и ее дочерние компании в черный список. Теперь американские компании не могут использовать оборудование, изготовленное в Китае, и прекращают поставки своего оборудования. Это произошло по причине подозрения в шпионаже и стало очередным этапом в торговом соперничестве США и Китая, о котором мы рассказывали в прошлых выпусках. В ближайшей перспективе, скорее всего, у компании будет некое отставание от ранее набранных темпов, но если вот этот технологический вызов они смогут преодолеть, то в дальнейшем это будет рывок и абсолютная самостоятельность, независимость этой компании от других стран и поставщиков. Самым неприятным для китайской компании является разрыв отношений с Google. Телефоны их производства больше не смогут полноценно использовать операционную систему Android. На них не будет поддержки сервисов Google и обновлений системы. Huawei работает над заменой и разрабатывает Kering OS, собственную операционную систему. Компании, безусловно, необходимо форсировать работы по написанию собственной операционной системы, хотя эта задача непростая и наличие самого продукта – это лишь первый шаг. Необходимо выполнить внедрение, верификацию, собственно, приучить пользователей к этой системе, чтобы она была удобной, прозрачной и, собственно, пользователи телефонов Huawei или смартфонов Huawei по сути не чувствовали разницы. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс.